Но я не допускаю мысли, что такой серьезный журналист, представитель серьезного средства массовой информации не ознакомился с заявлением президента Путина, которое было сделано рано утром вчера. Вот вы мне скажите, просто для того, чтобы у нас было понимание, с каких позиций вы освещаете современные события в области эвфемизмов. Здесь нам учиться и учиться у англосаксов. Возьмите только описание всех тех интервенций, которые были произведены и против Югославии. Это была борьба за демократию, никаких эвфемизмов, я понимаю. Возьмите только разрушение Ирака, разрушение Ливии. Это тоже была борьба за продвижение демократии. Сотни и сотни тысяч погибших. Поэтому по эвфемизмам я с вами даже не буду состязаться. Он невежливый, он сейчас работает на Украине, его заразили невежливостью. Коллеги, будьте добры, дайте... Китайская корпорация. Китайская корпорация, слово. Мэтью, можете помолчать, я вас очень прошу. Слово предоставили не вам. Если вы находитесь на Украине, вам там манеры испортили, мы здесь ни при чем. Планируете ли вы обезглавить украинское руководство? Третий раз будете повторять, нет? Я с первого раза услышал. Я вам еще раз объясняю. Вы не хотите слушать? Я привлекал внимание, когда отвечал на вопросы двух предыдущих представителей западных средств массовой информации, к тому, что сказал президент Путин. Я понимаю, что вам сейчас не до того, чтобы читать заявления, которые подробнейшим образом описывают российскую позицию. Но, тем не менее, я приглашаю вас это сделать. Может быть, и посоветуйте, если вы сейчас находитесь на Украине, посоветуйте вашим украинским коллегам, прежде всего, представителям вооруженных сил Украины его почитать. Никто не собирается нападать на украинский народ. Что касается ваших ощущений, как человека, находящегося прямо в Киеве, прямо в этот момент, еще раз подчеркну, почитайте, что сказал Путин. Как представителю свободного средства массовой информации, я бы вам задал вопрос, почему все эти 8 лет никто из западных журналистов не освещал на постоянной основе, что происходит на западной контролируемой украинским правительством линии соприкосновения в Донбассе. И уж тем более, если вы сейчас ужасаетесь от того, что происходит в Киеве, кто-нибудь из СНН побывал на самом Донбассе? Продолжение следует...